В фойе гостей встречала небольшая, но очень яркая выставка-ярмарка местных мастеров. Удивительной реалистичности куклы, матрешки, пряники в русском стиле и даже мыло ручной работы, расписанное под хохлому. Необычные сувениры посетители выставки раскупили за несколько минут. Мастеров появляется больше, и мы приглашаем самых лучших, смотрим их работы. Нам очень нравится то, что мастера идут навстречу и делают именно те, поставленные цели, которые мы перед ними ставим. Сегодня была цель в славянском стиле, и ребята справились с этой работой, показали очень много красивых работ. Горожане довольны тем, что сегодня они могут купить и красивое расписное мыло, и домовят, которые будут оберегать домик, и ручки. И даже мы подготовили такой материал, чтобы детки могли дома сами расписать и доску, и матрешку, то есть для ручной работы. Но самое главное действие развернулось в зале театра. Почетная гостья праздника российская певица Анна Аверина с первых композиций создала потрясающую добрую атмосферу. Это был не просто концерт. Перед каждой песней Анна рассказывала ее историю. Я должна рассказать историю, как этот романс пришел в мою жизнь. Я готовилась к конкурсу и искала интересный материал. И Бог послал мне эту встречу. Его звали Миша. Миша наш Калутсан. И он мне подарил свой диск, на котором один романс меня просто вот тронул так, что я думаю, вот это мой, это мое, я должна это петь. Русские народные песни, ритмы танго, этнические композиции и песни из советских кинофильмов. Программа концерта очень насыщенная. А современный городской романс расторгал зрителей до слез. С праздником гостей концерта поздравили председатель Славянского центра, духовенства области и юные артисты этноцентра НТМАК.